Фух, ребятки, всем привет, всем привет! На канале Пиратская жизнь. Короче. У меня состояние и состояние, опять. Понимаете, состояние и состояние, господи. Знаете, жизнь это один большой стресс. Это один большой стресс, просто. Просто вот со дня в день. Вот покой нам только снится. Мне кажется, если вот каждый день что-нибудь не произойдет, он день просто снырян. Как хочется вот эти спокойные денечки, когда нечем заниматься, никаких планов нету. Ты лежишь, видней страдаешь и балдеешь, и все вроде хорошо. Но периодически жизнь подкидывает нам разные сюрпризы. В общем, жизнь такая штука. Не знаешь, где чего, где найдешь, где потеряешь. Тут утром сегодня проснулась пораньше, позаранку. Начала разгребать кое-какие вопросы. Вопросы такие серьезные. И вот я вообще не выспалась. Слегла почти в 6. Вчера, кстати, фильм смотрели классный. Называется «Ученик восхождения Трампа». Как раз про то, как вот Трамп к становлению. То есть вот первые шаги, откуда он пришел, вообще как он появился. Вот. Ну что такое прикольное фильм? Правда, не до момента, когда он стал первый раз везет, ну, там, первая жена у него была, там, всякие там, моменты, нюансы, интересные фильмы. И вот засиделись, посмотрели и так далее. Вот. Ну и, короче, все, что-то в 10 утра проснулся. 6-2, здесь проснулся там. Вот, старик сходить, водички попить. И вот взяла в руки телефон, и все. И вот здесь утро, я уже вот сижу, вот, знаете, вот время там уже обед. во дно. А я вот сижу, никак не могу загребести. Все. Все, что навалилось. Тесто выберу. Ну что? Вот, в общем, сижу, разгребаю, ну, какие дела. А вот, короче, дел куча навалилась. Вот, не знаю, то ли проблема, то ли проблема. Не знаю, не буду вас грузить, что там конкретно случилось, как говорится. Разрулится, все хорошо. Не разрулится, но и кофе. Как говорится, спасибо, Господи, что взял диктай. А вот, сразу для тех, кто там будет взять радость, опять, где там проблемы, ура, как привезти. С каналами, все хорошо. Не обращайте внимания. Вот видите, я же, так сказать, на Ютубе, на Дзене, Ютуб, Дзен, всем привет. Все на месте. Вот, я про то, что, даже если ты очень внимательный, да, как разным моментам, то, знаете, мошенников и прочих, везде, в какой-то пруде. Вот, и дела нужно держать плохо у нас. В общем, скажу так, у меня чуть не увели канал. Он прям, это знаете, прям вот, прям вот на лосочке была. прям вот, 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 вот так вот. Вот на письюочке. Ну, слава богу, все. Все разуглило, но, конечно, была прям очень близко. Но, я человек умный, я человек, знаете, я себя такой считаю. Жизнь, мои доверчивости, доверчивости, вот так вот. Сама виновата, на самом деле, во всем. По всем, что с тобой происходит, я виновата, я сама. Все такое бывает. В общем, разгребала дела, разгребала проблемы. Ну, вроде, вроде разгребла. Ну, что нам готовить завтрашний день, никогда не понятно. Ладно. В общем, все, говорю, не выспался опять. И надо уже кушать идти. Я уже сама есть хочу. Вам есть, получается. Так надо вставать. Ну, все. Отложить телефон. Нужно покушать, а потом уже заниматься делами. Сейчас посмотрела, кстати, в новости. Вот, все-таки Трамп победил. Вот, выбрал, выбрал его. Вот, все хорошо. Я рада, что будет Трамп. Ну, знаете, честно, конечно, не знаешь, может быть, он тоже на мучу всякое решение преподнесел. Вы же не знаем о его плавах убрали, как некоторые говорят, что сначала у некоторых одни речи, а потом другие речи. А что там будет, это непонятно. Но, в любом случае, я надеюсь, что после черной полосы всегда наступает белый. Ну, хотя бы хоть как-то. Вот точно так же и в жизни. Понимаете? Вот сначала у тебя одна полоса, потом другая. И вроде кажется, что вот та полоса была черной, точнее, черной, а нет, она еще, возможно, была такая, знаете, серенькая. Бывает, что тебе прилетает еще плещ. Так что вот. Но, говорю, главное все свои проблемы решить и сделать правильные выводы из всего, что с тобой происходит, для того, чтобы впредь не повторять ошибку. Какие два? Какие два? А вот на самом деле хорошо то, что прошло, заканчивается. Так что вот, так что вот. Еще, опять, у меня такое зомби состояние. Сама себе его обеспечила. Так, сейчас супчик приедем. Чайку попьем. Вот сегодня воду привезли. Водичку привезли. Водичка, это здорово. Так, что я хотела? Если я сегодня буду как зомби, я дико извиняюсь. Честно, я никогда не выспалась. И все было на нервах. Все было на нервах. Все было на нервах. Не чешется все. Но встала сегодня на весы и вроде неплохо выгляжу. Идется три. Так же и осталось. Идется три, ну и ноль. Содочка вот у меня из-за нервного стресса. Не ушла. Вот на тебе не ею. В общем, знаете, все хорошо. Все нормально у хулигана. Все нормально у хулигана. Все нормально у хулигана. У хулигана. Да и вообще, знаете, какие-то проблемы, стрессы и прочее. Знаете, все, что у нас убивает, делает нас сильнее. И есть такая еще фраза. Спасибо, Господи, что взял Дильвера. И мне очень нравится еще тоже фраза, знаете, что все, что можно решить с помощью денег, это не проблема, это так. Временная трудность. И все. То есть, типа, знаете, как это? Фратный день пишет. Не паримся, но нужно держать ухо во строк. Потому что очень много в наше время неспокойных времен. Неспокойных, неспокойных. Пирог. Пирог вкусный такой. Скажу, да, с курицей и сыром. Если вы погребили, от ка обеда. Хорошая ложка к обедам. Еще можете не радоваться вам некоторым хаидерам. Я, знаете, я, честно, не хочу рассказывать ничего о таких подробностях, о том, что там и как. Потому что, ну, знаете, кто-то поймет, кто-то поддержит, кто-то будет там зарадоваться и прочее. Поэтому, да, есть определенные вопросы, определенные сложности, но, знаете, это вообще жизнь. Мне кажется, только, наоборот, когда все спокойно, а вот тебе, наоборот, стоит задуматься. Потому что, ну, если все спокойно, значит, потом так, что мало не покажет. И прилетит плохлеще, чем вот какая-то мелочь. Это только правильно говорят, что... Спасибо, что взял деньгами. Я вот к этой... к этой теме. Так что, все, что нас пробивает, делает нас сильнее. Так что, мой вам совет. Там, знаете, трудности где-то тут, да, вся, где-то нахамин, где-то тут обидел, не знаю, там, с дачи обдурили и прочее. Ну, стоит расстраиваться, не стоит обижаться. Нужно, знаете, встрепенуться, обернуться, идти дальше. Ну, тем более, возможно, еще все можно разрулить, правильно? Потому что я, конечно, не знаю. А эмоции? Я говорю, я человек такой, знаете, экспрессии. Я человек паранойик. У меня сразу, шеф, все пропало. Все, что творится, а? Это, шеф, этот, из бриянтовой руки, шеф, все, пропало, клиент уезжал. Вот у меня примерно так же. Я такой человек. Нет, вот, в своих акциях сама не люблю, честно говоря, очень прям вот, мне не нравится. Потому что я слишком для, бываю, правой, некоторых вопросов. И, возможно, даже, знаете, нахожу проблему там, где ее нету. Но я вообще, наверное, могу расстроиться, там, огорчиться и то. И еще такие динамки. А кто, что думает, вообще, пусть вы. Ой, можете, если вам себе придумать, что хотите. Вот, придумывайте. Я веду свой канал, то, что в жизни у меня происходит, я рассказываю, что можно рассказать. Я рассказываю, что нельзя, ну, просто говорю, по-того, что-то происходит, о своих эмоциях, мыслях. А вообще, конечно, да, лучше не делиться ничем. Потому что, ну, мало тех, кто поймет, к сожалению, тебя. Как будто у меня недавно слезы были. Тоже вот разрыдалась, вот изо всякой фигуры. Вот просто на ровном месте. Когда вот у нас там с рестораном это было. Знаете, вот просто на ровном месте. Я не знаю, какая-то такая, знаете, очень такая эмоциональная стала. Вот. И у меня любая ситуация, как это может вывести из себя, вот, то, что не поддается моей логике, то, что не поддается моему контролю. Вот. У меня вот это вот не очень. Ну, а то, что что-то случается. Как оно случается? Даже, вот та же самая вода. Да, у нас воду отключили, все, у меня истерика, у меня нервы. Она начинает беситься, начинает себя поднять. Требовать там стучать и прочее. Позвольте, когда Тереша говорит, позвольте. Я буду шаловаться. Тип-такого. Тип-такого. Не хочу вас грузить. Все хорошо. Все нормально. Потому что, если было все плохо, я бы, наверное, к вам не вышла. Правильно? А у меня все четко. Какой аптеке. Все четко. Не довдетесь. Не довдетесь. Но, знаете, что я хочу сказать? Наверное, завтра я все-таки возьму палку. Я хочу денечек отдохнуть. Я хочу денечек успокоиться. Потому что, я говорю, у меня в последнее время очень много нервов. Вот. Очень много нервов, страданий, переживаний. Наверное, завтра я все-таки возьму небольшой перерыв. Я уже говорила до этого, что мы с Вовчиком ругаемся постоянно в интернете, туда-сюда. Эмоции переполняют. Поэтому я уже не отдаю отчет о своем действии. Наверное, может быть, а может быть, я не сделаю. Может быть, сделаю. Честно, пока не знаю. Как пойдем? Вот. Сделаю, наверное, перерыв. Вот. Может быть, надолго. Может быть, на денек. Кто-то знает. Ну, просто я, честно, не устала. Я говорю, я вот сегодня вообще не выспалась. Нет. Как-то лучше. И еще раз у тебя. Круто. Так что, такие дела. Я сразу предупреждаю. Вот. Ну, я думаю, я поведу. А если нет, то не поминайте лихо! Не поминайте лихо. Вспоминайте меня хорошим лихо. Вспоминайте меня подобранным. Вот так. Такие дела. Такие дела. Было, было. Такие дела. Такие дела. Я стараюсь быть с вами очень укровенной. Может быть, в некоторых местах. Может быть, лучше бы я была менее откровенной. Но, такой человек. Опять же, повторюсь, полюбите меня такой, какой есть. Либо, ну, просто не реагируйте. Не триггеритесь мной. А что, конечно, расслабиться? Что хорошо? Любая, здоровая. Деньги зарабатываю. Что же расслабиться там? А что же бывает трудно? Такое эмоциональное состояние, что у меня каждая вот фигня может ранить. Поэтому я и даже лишний раз стараюсь, даже в комментариях зайдешь, там, знаете, не читаешься, там, с этим маслом, с этими польшами, там, то есть, там, не с маслом, только и. С этими. Недавно это обсуждали маслом. Тет вспомнилась. Ну, короче. Ну, так вот. А на самом деле, вот так. Я просто такой человек и люблю все контролировать. Если что-то, хоть капелька, выходит из моего контроля, то это очень плохо. Вот. Вообще надо отдохнуть, блин. То есть я устала уже просто 365 дней в году. Вот. Выходить, улыбаться, что-то обсуждать. Устала. Устала, устала, устала. Говорю, мне надо перерыв. Надо куда-нибудь в отпусках, может быть, смотаться. Там уже эмоции появятся, вдохновение. А то, знаете, вот даже мне вот, ну, как-то вот снимаешь для вас, да? Думаешь, ну, а что ты снимаешь? Что-то, есть ли смысл в каких-то видео? А надо ли это кому-то? Нет, конечно, я понимаю, что я снимаю из того, что я зарабатываю на этом, да? И нормально зарабатываю, но тем не менее. Хочешь что-то вот хорошее, понимаете? Хорошее людям дать. А не просто там какие-то там вот психи. Говорю, у меня что-то последнее, знаете, в это время эмоции играют просто вот. Может, со мной что-то случилось? Может, без того, что я похудела, у меня как-то поменялся там, что-то, или гормоны, может, поменялись, и все еще. Надо, кстати, на гормоны еще дать. Может, на гормоны дать. Вован тоже на меня вот начал там. Я тоже на него как-то сорвалась, и все. Тоже, знаете, еще сижу и думаю, может быть, зря я на него кричала, может, зря я накричала. Какой-то помер. Я себя не понимаю уже. И, соответственно, тоже не хочу пробурить. Так что, какие дела. Можно взять вообще закрыть все. Взять закрыть все каналы. Витуб, Эдзен и все-все-все. Все закрыть. Закрыть и забыть. Так, знаете, уйдешь в отпуск на денек. Как тебе там понравится, ты не захочешь возвращаться. Вот этого боюсь. Все, знаете, как вот Билк в кресле. Бежишь, 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 бежишь. Боишься остановиться, боишься там хоть капельку дать себе слабины. Так что, думаю, что вот если ты сейчас остановишься, ты потом не сможешь пробурать. Ладно. Все будет замечательно. Все будет хорошо. Да и так все нормально, господи. Просто я уже, знаете, накрутила. Вован меня накручивает. Он нехороший человек. Он мне тут вот нервы делает. Вот это там, да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я человек, легко волнующуюся, очень быстро теряю самообладание, а он этим пользуется. Мне очень сложно брать себя в руки. Вроде думала, что сейчас буду нормально. Баз, когда. Но я понимаю, что если я не выскажусь, мне будет тяжело, мне будет плохо, поэтому я лучше выскажусь и мне станет легче. Вы знаете, как разделить с кем-то свою моль, и тогда тебе будет хорошо. Как и сквей, там накидывай уже. Выкину, выкину, выкину. Булочки вот так, наверное, разрежу. Можно было сделать гамбургер. Булочка здоровья. Гамбургер. Купили. Надо хлеба купить. Сегодня хлеба купить. Не выспалась вообще. Ничего не так стоит. Снимайте, хочу. Деньги всех делать и заработаешь. Тебе нужно отдохнуть. 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 Я еще вот несколько дней назад говорила, что надо отдохнуть. Надо отдохнуть. А я не позволяю себе отдыхать. Очень-очень зря. Вот. Ребятки. Еще раз. Мораль. Все нормально. Просто нужно относиться к разным ситуациям, которые происходят в твоей жизни. Вот. Еще раз. Это не касается, для всяких там, это не касается моей блогерской карьеры. Это совершенно в другой степени. Понимаете. Вот. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И некоторые вещи, понимаете, они происходят в нашей жизни. И неважно. Нужно просто понимать, как ты на них реагируешь. Нужно быть более спокойным. Я, к сожалению, не такой человек. Вот. Кто со мной лучше общается, они понимают, кто я и что я. Я могу так, знаете, вспыхнуть и успокоиться. Но. Много запала хватит на всех. Я как ураган, который, знаете, вот этот. Ух! Появляется и все. Говорю, из того, что я сегодня не выспался, у меня такое вот состояние зомби-образное. В общем, целый день. В общем, как все пойдет, не знаю. Иногда просто нужно отдыхать. Выгорание. У меня какое-то наступило. Выгорание. Само выгорание. Устала я. Устала. Устала. Так. Как это, помните, этот. Ельцин. Я устал. Я ухожу. Трамп победил. Красавчик. Все. Советую посмотреть фильм. Ученик. Восхождение Трампа. Прикольно. Мы сейчас посмотрели. Он вам понравился. Все. Увидимся на следующем выпуске. Всем хорошего встречи. Пока-пока.